Приветствую вас! Знаете, я хотел бы начать свой ответ немножечко вообще не с того. Немножко не с той проблемой, которую вы озвучили, а на самом деле немножко с другой совсем проблемой. Это проблема того, почему пять лет вы находитесь с мужчиной в отношениях и до сих пор вы не создали семью. Ну вы до сих пор не женаты, судя по тому, что вы написали. Вот. По какой причине так произошло? Это первое. Да. То есть тут, простите, либо ваш страх, либо не совсем корректно модель поведения, женское в том числе, либо, ну, либо вы обладаете занятенной самооценкой. Вот. То есть тут вот у меня, по крайней мере, такие моменты есть. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это то, что совершенно очевидно, что вопросы доверия между вами и вашим молодым человеком, вопросы доверия, ну, очень сильно страдают, я бы сказал так, потому что, ну, вы знаете, то, что произошло, да, это, в общем-то, может быть, действительно и неприятно, но ничего серьезного в этом нет, если вы пять лет прожили вместе и подобные эксцессы вызывают у вас такую модель поведения, да, такое отношение, вот, то, что я бы сказал, что здесь, между вами, нет духовной близости, то есть видимо за пять лет вы ещё сохранили некий, как город такой, знаете. официальный, может быть, тон в своих отношениях, я, конечно, не знаю, как за 5 лет это возможно, но, судя по всему, так произошло. Это такой момент. Дальше. Вы ему, значит, после данного эксцесса очень много чего наговорили и сказали, чтобы он искал девочку, то есть другую девочку. То есть совершенно очевидно, что данный аспект пробудил вас определенные страхи. То есть когда же пробудил, да, ну, в принципе, я правильно сказал, пробудил, в том смысле, что страхи у вас были всегда, то есть возможно было всегда ощущение, что вы, например, недостойны его, ну, молодого человека, было всегда ощущение, что вы слишком, ну, что вы недостаточно хороши для него, вот. И, возможно, эта ситуация, она и подслужила поводом для того, чтобы все эти страхи нашли выход, наконец-таки. Но, с точки зрения психологии, это не произошло случайно. То есть тут идея, вся идея заключается именно в том, да, вся идея вы могли подсознательно так поступить, вы могли подсознательно так сделать, чтобы избавить себя от этого внутреннего напряжения, которое у вас, грубо говоря, постоянно присутствовало. То есть вы устали, грубо говоря, вы устали от вот этого вот напряжения, которое у вас имело место быть. Вот. И по сути, по сути, ваше тело, да, оно просто вот пошло вам, ну, как бы так сказать, да, навстречу. Вот. То есть ваше тело, оно решило избавить вас от мук, решило избавить вас от, ага, ну, от проблем, по сути. Ну, вот. Как мне, опять же. Эта история видится. Вот. Да, то есть как бы я не говорю, что я обязательно прав, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Значит, вот по сути и всё. Вот по сути и всё. Обратите внимание на то, что вы задаёте вопрос, как дальше жить. То есть такое ощущение, что для вас это просто трагедия. И хочется вас спросить, чтобы не гадать, а в чём конкретно проблема жить. Случится что-то подобное завтра с молодым человеком. И что он будет так же, как вы думаете, страдать и переживать. Нет. Я думаю, что не будет. Вот. И не потому что он какой-то такой плохой, да, и так далее, а потому что не стоит придавать этому значение. Все люди ошибаются. Никто не идеален. В данном случае у вас есть, что называется, неосознанная идея неосознаваемого величия. То есть, когда человек, например, ну, например, вы, да, считает, что он за всё ответственен. Вот это так не работает. Человек за всё ответственен быть не может. И за свой организм, и за своё тело человек ответственен, но далеко не всегда и не везде. Поэтому здесь я думаю, что можно посмотреть на уровень распределения вашей ответственности. Ну, насколько хорошо вы определяете свою ответственность, насколько хорошо вы распределяете именно её, свою ответственность. То есть, грубо говоря, разграничиваете ли вы ответственность свою, да, и ответственность, значит, других людей за себя в том числе. То есть, понимаете ли вы, где разница между ответственностью вашей и ответственностью другого человека. Это неплохо было бы сделать, потому что, ну, в данном случае, ещё раз повторю, у вас есть вот идея величия, которые вам, ну, поверьте, ничего хорошего не принесут в принципе. Вот. Дальше. Дальше. Дальше история следующая. Я не очень, честно говоря, понял, кто на кого сорвался. В начале текста вы сказали, что сорвались вы, потом в конце текста вы пишите, что сорвался молодой человек. Вот. То есть, вы извините, но здесь вообще скорее непонятно, чем понятно, кто на кого сорвался и почему. Тем не менее, тем не менее, срыв говорит скорее о наличии проблем между вами, нежели чем, может быть, даже не между вами, а о наличии проблем у вас лично. Вот. Чем о какой-то неприемлемости ситуации. Вы говорите, что когда человек садится рядом, недостаточно рядом с вами, вы начинаете думать сразу, что это ему неприятно. Это значит, что вы скорее всего боитесь. Это означает, что вы боитесь чего-то. Вот. То есть, ну, вы боитесь, например, допустим, потерять его, к примеру. Вы боитесь, к примеру, остаться без него, допустим. Вот. Может быть, есть, может быть, есть что-то еще, чего я, например, не знаю. Вот. Но, совершенно однозначно, совершенно однозначно, что есть ваша повышенная заинтересованность в этом человеке. При том, что вы еще не семья, при том, что на протяжении пяти лет, да, вы до сих пор не создали семью. Вот. Это вызывает скорее, ну, скорее вопросов. Больше скорее вопросов о том, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужчиной. И как вы относитесь сами к себе. То есть, ну, как вы себя воспринимаете. Если у вас проблемы, например, с самооценкой, да, то есть, то есть, то есть, проблемы-то они, скорее всего, у вас есть. Готовы ли вы с ними работать и отдаете ли вы себе в них отсчет. Вот. Вот и все. Ага. С точки зрения психоанализа можно было бы вам порекомендовать, вот, вспомнить ту ситуацию, да, и вот вы, ну, вам казалось, что вы все завершили, а, значит, судя по всему, то это пошло не так, да, значит, вы отвлеклись. Отвлеклись. Вот. Вы отвлеклись. Значит, если вы отвлеклись, да, значит, ну, у этого, понятно-понятно, есть свои какие-то основания, да, свои причины. То есть, есть причина, по которой вы отвлеклись. Вот. Ну, так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, почему вы отвлеклись, что вас волновало. Вот. Обратив внимание на данные аспекты, которые я озвучил, вот, например, на доверие, ну, то, что касается доверия между вами, например, принятия, вот, что касается ваших страхов, вот. И вы увидите, как вам дальше жить. Вы увидите, что вы делали не так и что нужно скорректировать. Вот. Понимаете? Вот так вот. Это можно сделать на индивидуальной работе с психологом, выбрать которого вы можете у нас на сайте и, значит, соответственно, изменить свое отношение к себе и и свое отношение с другими людьми, значит, по факту. Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я буду рад вам помочь, если вы зададите мне вопросы в случае, если они остались у вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Приветствую вас. Знаете, я хотел бы начать свой ответ немножечко вообще не с того. Немножко не с той проблемой, которую вы озвучили, а на самом деле немножко с другой совсем проблемой. Это проблема того, почему пять лет вы находитесь с мужчиной в отношениях и до сих пор вы не создали семью. Что если вы, ну вы, ну вы, это, с парни женатов, судя по тому, что я, что вы написали. Вот. По какой причине так произошло? Это первое. Да. То есть тут, простите, либо ваш страх, либо не совсем корректно модель поведения. поведение, женское в том числе, либо, ну, либо вы обладаете заниженной самооценкой. Вот, то есть тут вот у меня, по крайней мере, такие моменты есть. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это то, что совершенно очевидно, что вопросы доверия между вами и вашим молодым человеком, вопросы доверия, ну, очень сильно страдают, я бы сказал так, потому что, ну, вы знаете, то, что произошло, да, это, в общем-то, может быть, что-то действительно неприятно, но ничего серьезного в этом нет. Если вы пять лет прожили вместе и подобные эксцессы вызывают у вас такую модель поведения, да, такое отношение, вот, что я бы сказал, что здесь между вами нет духовной близости. То есть, видимо, за пять лет вы еще сохранили некий какой-то такой, знаете, официальный, может быть, тон своих отношений. Я, конечно, не знаю, как за пять лет это возможно, но, судя по всему, так произошло. Ну, это такой момент. Дальше. Вы ему, значит, после данного эксцесса очень много чего наговорили и сказали, чтобы он искал девочку. Зато есть, другую девочку. То есть, совершенно очевидно, что данный аспект пробудил вас с определенной страхом. То есть, когда же пробудил? Да, ну, в принципе, я правильно сказал, пробудил. В том смысле, что страхи у вас были всегда. То есть, возможно, было всегда ощущение, что вы, например, недостойны его, ну, молодого человека. Было всегда ощущение, что вы слишком, ну, что вы недостойны хороши для него, вот. И, возможно, эта ситуация, она и подслужила поводом для того, чтобы все эти страхи нашли выход, наконец-таки. Но, с точки зрения психологии, это не произошло случайно. То есть, тут идея, вся идея заключается именно в том, да, вся идея заключается именно в том, что вы могли подсознательно так поступить, вы могли подсознательно так сделать, чтобы избавить себя от этого внутреннего напряжения, которое у вас, грубо говоря, постоянно присутствовало. То есть, вы устали, грубо говоря, вы устали от вот этого вот напряжения, которое у вас имело место быть. Вот. И, по сути, по сути, ваше тело, да, оно просто вот пошло вам, ну, как бы так сказать, да, навстречу. Вот. То есть, ваше тело, оно решило избавить вас от мук, решило избавить вас от проблем, по сути. Ну, вот. Как мне, опять же, эта история видится. Вот. Да, то есть, как бы, я не говорю, что я обязательно прав, но, тем не менее, тем не менее. Вот. Значит, вот по сути, и все. Вот по сути, и все. Обратите внимание на то, что вы задаете вопрос, как дальше жить. Такое ощущение, что для вас это просто парагедия. И хочется вас спросить, чтобы не гадать. А в чем конкретно проблема жить? Ну, случится что-то подобное завтра с молодым человеком? И что он будет так же, как вы думаете, страдать и переживать? Нет. Я думаю, что не будет. Вот. И не потому что он какой-то такой плохой, да, и так далее, а потому что не стоит придавать этому значение. Все люди ошибаются. Никто не идеален. В данном случае у вас есть, что называется, неосознанная идея неосознаваемого величия. То есть, когда человек, ну, например, вы, да, считает, что он за все ответственен. Вот это так не работает. Человек за все ответственен быть не может. И за свой организм, и за свое тело человек ответственен, но далеко не всегда и не везде. Поэтому здесь я думаю, что можно посмотреть на уровень распределения вашей ответственности. Ну, насколько хорошо вы определяете свою ответственность, насколько хорошо вы распределяете именно ее, свою ответственность. То есть, грубо говоря, разграничиваете ли вы ответственность свою, да, и ответственность, значит, других людей за себя в том числе. То есть, понимаете ли вы, где разница между ответственностью вашей и ответственностью другого человека. Это неплохо будет сделать, потому что, ну, в данном случае, еще раз повторю, у вас есть вот идея величия, которые, которые вам, ну, поверьте, ничего хорошего не принесут, в принципе. Вот. Дальше. Дальше. Значит, дальше история следующая. Я не очень, честно говоря, понял, кто на кого сорвался. В начале текста вы сказали, что сорвались вы, потом в конце текста вы пишите, что сорвался молодой человек. Вот. То есть, вы извините, но здесь вообще скорее непонятно, чем понятно, кто на кого сорвался и почему. Тем не менее, тем не менее, срыв говорит скорее о наличии проблем между вами, нежели чем, может быть, даже не между вами, а о наличии проблем у вас лично. Чем о какой-то неприемлемости ситуации. Вот. Вы говорите, что когда человек садится рядом, недостаточно рядом с вами, вы начинаете думать сразу, что ему неприятно. Это значит, что вы скорее всего боитесь. Это означает, что вы боитесь чего-то. Вот. То есть, ну, вы боитесь, например, допустим, потерять его, к примеру. Вы боитесь, к примеру, остаться без него, допустим. Вот. Может быть, есть, может быть, есть что-то еще, чего я, например, не знаю. Вот. Но, совершенно однозначно, совершенно однозначно, что есть ваша повышенная заинтересованность в этом человеке, при том, что вы еще не семья, при том, что на протяжении пяти лет, да, вы до сих пор не создали семью. Вот. Это вызывает скорее, ну, скорее вопросов. Больше скорее вопросов о том, как вы выстраиваете взаимоотношения с мужчиной, и как вы относитесь сами к себе, то есть, ну, как вы себя воспринимаете. Если у вас проблемы, например, с самооценкой, да, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, проблемы-то они, скорее всего, у вас есть. Готовы ли вы с ними работать и отдаете ли вы себе в них отсчет. Вот. Вот и все. Ага. С точки зрения психоанализа, можно было бы вам порекомендовать, вот, вспомнить ту ситуацию, да, и вот вы, ну, вам казалось, что вы все завершили, а, значит, судя по смыслу, тот пошло не так, да, значит, вы отвлеклись. Вот. Вы отвлеклись. Значит, если вы отвлеклись, да, значит, ну, у этого, понятно-понятно, есть свои какие-то основания, основания, да, свои причины, то есть, есть причины, по которым вы отвлеклись. Вот. Ну, так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, почему вы отвлеклись, что вас волновало. Вот. Обратив внимание на данные аспекты, которые я озвучил, вот, например, на доверие, ну, то, что касается доверия между вами, например, принятия, вот, что касается ваших страхов, вот, и вы увидите, как вам дальше жить. Вы увидите, что вы делали не так и что нужно скорректировать. Вот. Вот. Понимаете? Вот так вот. Да. Это можно сделать на индивидуальной работе с психологом. Вы выбрать которого вы можете у нас на сайте и, значит, соответственно, изменить свое отношение к себе и свое отношение с другими людьми, значит, по факту. Вот так. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я буду рад вам помочь, если вы зададите мне вопросы в случае, если они остались у вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.